450 тысяч подмосковных школьников в День знаний получат в подарок мороженое. Эта акция состоится уже во второй раз по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сладкое лакомство выручат всем мальчишкам и девчонкам с 1 по 4 класс. Всего в этом году в школы региона придут свыше 1 миллиона детей. К началу учебного года в Московской области готовы все школы. В День знаний в регионе откроется 13 школ новостроек и 10 детских садов. Что касается школ, которые впервые откроются в 1 сентября, они представлены на этом слайде. Это 8 школ, которые мы построили за бюджет и за внебюджетные источники. Всего 13 школ. Соответственно, команды директоров у нас все подобраны в каждую школу новостройку. Подобраны и педагогический состав, коллектив. То есть все готовы к началу учебного года. Сады. Это тоже сады нашей новостройки. Всего 10 садов, как я уже сказала, мы открываем 1 сентября. 4 сада у нас будут открыты, которые построены за счет бюджета. И 6 садов за счет внебюджетных источников. В ходе заседания также обсудили вопросы капитального ремонта медицинских учреждений. Новые стандарты здравоохранения в Подмосковье уже активно внедряют. Что касается стационаров, то совершенно очевидный запрос, я еще раз хочу подчеркнуть, про другое качество оказания стационарной помощи. Это касается, безусловно, и специалистов, врачей, оборудования, но и все, что связано с капитальным ремонтом. Вы знаете, что мы продолжительное время ввели капитальный ремонт детских, затем взрослых поликлиник. Вот сегодня еще раз коснемся стандартов наших стационаров, как они выглядят уже и как будут выглядеть в самое ближайшее время. В качестве одного из позитивных примеров внедрения современных стандартов, министр здравоохранения привел ники детства, расположенные в мытищах. Институт детства, находящийся в основном корпусе в мытищах, в нем отремонтировано полностью эндокринологическое отделение. Отличием этого отделения то, что там теперь нет шестиместных палат, там все палаты одно-, двух-, трехместные. И в этом же институте детства открыто отделение реанимации, оно открыто по новому стандарту. Это отделение позволяет предусматривать совместное пребывание родителей с их детьми в ходе лечебного процесса. Это важно для такой категории детей. Также глава региона рассказал об экономических показателях. По словам Андрея Воробьева, за первое полугодие удалось привлечь около 500 миллиардов рублей в виде инвестиций. Также приоритетом в Подмосковье остается создание новых рабочих мест. Продолжение следует...